Привет всем, друзья! Сегодня мы посмотрим новые новости по Югклсу. Ну и переходим к первой новости. Это у нас интерьер старого Петербилд. Не, не Петербилд. Фрейдлайнер. Фрейдлайнер. Вот тот вот. Если вы смотрели, то вы знаете... Ну, если вы смотрели прошлый выпуск новостей, вы знаете, о ком идет речь. А вот и Петербилд новый. Тоже, как бы, новая тачка. Очень хорошо детализирован. Мне очень нравится, если честно. Вот его интерьер. Ну, тоже тут дохрена датчичка вот этих вот. Ну, как у реальных Петербилдов. То есть очень такой детализированный. Также добавили вот такой вот Актрас МП-4. Такой вот. И вот его интерьер. Вот и видео. Ну, все подсвечивается очень даже хорошо. Тоже такой дисплейчик. Передний, надеюсь, он будет интерактивный. Типа, когда дисплейчик. Пронтраки, то есть... Ну, выходили, короче. Все переключатели анимированы. Потому что есть немного важные. Ну, конечно, это не стоит, что-то поставьте вот эту программочку, через которую можно будет и направиться на сход, смотрите, и т.д. и т.п. Ну, вообще прикольно, что они добавили. Надеюсь, еще добавляют МП-5. Потому что... Ну, МП-4 это уже как бы старое поколение. Так же, вот все грузовики пока что доступные в игре. С Искани и FH-2021 и всякие американские тоже. Петер, Билд и Маки и... Ну, как бы... Кенверты. Вот этот фетер, Билд, в деле, кстати, новый. Ну, все прикольно, конечно. Так же будет добавлена вот такая вот, ну, типа, подъемная ось. Что-то в этом духе. Можно будет на четырехосном грузовике поднимать одну ось, типа, чтобы он расходовал меньше топлива. Ну, и тут демонстрируется, что это один нож. Ну, и тут демонстрируется, что это один нож. Ну, и, короче, прикольно. Не знаю, но... По-моему, фишечка такая неплохая. А как вы думаете, кстати, напишите в комментариях. Так же все ссылки на игру в бете, ну, это старая бета, если что, без этого всего, на разработчиков будут в описании. Так же, вот такой, ну, такой вот пейзаж сделали. И, кстати, будет фотомод в игре, скорее всего, будет фотомод. То есть можно будет фоточки делать какие-то нереальные. Ну, по-моему, графон, вот, вообще, для мобильной игры, прям, вообще, нереальный какой-то. Ну, как для мобильной игры, даже для компаний надо. Так же, вот, грузовики. Это Scania R. Таглифт, типа, минимальная комплектация багажника. FH тоже таглифт. Ну, то есть, спальник самый маленький у этих вот. Так же Scania S таглифт. И, походу, у нее даже подъемная ось будет. Так, RSMP4 тоже таглифт. R-мидлифт. MP4-мидлифт. Мидлифт это уже, конечно, норм. И тут, видите, подъемная ось уже средняя. А в тех была задняя. Как ни странно. FH16-мидлифт. А-а-а. Типа, так, лифт-мидлифт. Это ж, типа, походу, мидиум лифт, типа. Ну, средняя поднимается. А так, лифт, это последняя, походу, поднимается. Ну, и будет, конечно, Scania R8 на 4. Но в E8 это все дела вообще как положено. Астрос MP4, 8 на 4. Ну, и куда без Scania R8 на 4. Ну, в этом случае RK какая-то получше, не знаю. Ну, и FH тоже. 8 на 4. Как-то так. Не, ну. Это, походу, пока что все грузовики, которые добавлены, ну, европейские. Я думаю, еще будут добавлены какие-то другие грузовики. Потом. Пока-то. Пока-то. Тут нам демонстрируется звук прикрепления прицепа. Не странно. То есть, добавили, наконец-то, этот звук. Это хорошо, в принципе, да. Без этого вообще ничего не может быть. Также у нас будет вот такая карта. Здоровенная. В принципе, норм. В принципе, норм. Как-то так. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был ЗСБ. И всем... С вами был Игорь Негода.